Иоланта Это опера о том, как объединив вот эту доброту, объединив душевное тепло и, если хотите, горение сердца, многих людей можно победить даже природную болезнь. Это же опера не буквально о том, как можно прозреть физически, это больше о прозрении духовном. Сочинским симфоническим оркестром выступят солисты Мариинского театра и Московского театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Исполнительница главной роли Елена Безгодкова впервые спела партию Иоланты пять лет назад в Московской консерватории имени Чайковского. С тех пор и полюбила эту оперу и роль. Эта партия, она очень органичная на самом деле и образ очень светлый. Она, с одной стороны, совсем девочка, очень юная, но она обладает большой мудростью. У нее очень чистое сердце и здесь, вы знаете, в образ вживаться было несложно, потому что есть какая-то детская чистота, которая на самом деле у нас в глубине души всегда живет. Поэтому мне очень нравится петь эту партию. Это была вообще моя самая первая партия, которую я исполнила на сцене. Опера Иоланта будет представлена на сцене Зимнего театра 13 декабря. На спектакль приглашены и люди с ограничениями по зрению. Такая возможность стала результатом договоренности между художественным руководителем Сочинского симфонического оркестра Антоном Лупченко и городским управлением социальной политики. Редактор субтитров А.Семкин